вот мы на берегу волги вот такую построили сооружение типа бункера это будет вход в систему сельцов пойдем по зыгам что здесь пытались то они сделать платный вход гостиницу на входе в пещеру начали второй этаж заливать и короче что-то у них тут не заладилось но отбабахали тут серьезную систему залы этажи да осталось чуть-чуть все это достроить чтобы сделать офигенно офигенно чего не горит но они были там в чехле ты вставлял их не а ты их не вынесли их открывай сзади там батарейки мы не ставили здесь что-то пытались даже сложное такое залить по серьезным конструкциям вставай меня из заднего кармана в этом а это что еще один это вход или выход и вон там наверно да еще должен был быть 3 сверху сверху верх нет вот прям здесь вот змейка сбоку нет нет сбоку 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 вот этот нет 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 блин вот здесь сбоку у меня вот этот карман откинь змейку видишь по всей длине в верхней отстегни вот эти штуки карабина 2 стигни вот вот этот этот стигни и второе теперь открывает сверху сам лежу так ну хочу короче здесь пытались построить какой-то типа отеля залили тут первый этаж офигенный крутой со сложными достаточно конструкциями начали заливать на второй этаж потом залезем вот волга прямо берег саму берегу заливали много уровня в конструкцию отеля и все забросили мы сейчас пойдем уже внутрь пещер посмотрим сколько там протяженности большая чья позырим что там за пещеры даже чисто смотри не особо мусор ты накида судя по тому как все тут заросло уже на несколько лет до это стоит все в заброшенном виде лет десять офигеть вот у людей были 10 лет над деньги да вот все мудрить а он уже потолок начал арматуры отходить осыпаться слишком тонкие защитные слоя колонны такие серьезные не как сейчас строят монолитные дома где-то мои два раза тоньше правильно ставят там они две в одну сторону одна в другую должны у горит все застегивание это вот какое-то непонятное назначение в углах что давай я не знаю почему резьба что-ли другая ты же конструктор все закрыл вот это вот мне непонятно что тут пытались сделать угол какой-то веревок 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 а здесь внутри почти ничего не расчищали да похоже он пошли по веревке да и нет а вот веревка есть мы здесь вода сочится везде везде да смотри раз бутылка ну давай ка черную так вот черную бутылкой да ты в какую сторону ты хочешь пойди да направо да это можно наделать не берешь можно туда пойти вон стрелка а тут они везде стрелки один вот система один все идем 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 что здесь вообще огромное по высоте да тут смотри-ка все обваливается наплывает вот такие огромные блоки оседают вот потолки не вот эта глава вот понятно и деревянные метровки вот это ничего не касается я вижу здесь все сырое вот вы уже выкладывали потому что она еще выше да чем вот те в которых мы были да они там да но тут все седает ну вот тут комната расчищенная система 4 ох как тут неудобно нет вот тут раз зал да и непонятно только вот тут два зал да да ой бля здесь грязно там есть вы ух тут вообще грязи пошли пошли по главному то что тут сейчас лазить мне-то в машине ехать ты будешь переодеваться а я боюсь сейчас ноги мне уже придется ну не поможет ну ща об траву да ух ты вот это опасное да ну да ахова вообще тут грязище восьмого года я не думаю что сюда московские туристы поедут ну здесь во первых рядом с городом здесь не заночуешь нет тут можно заночивать влажность кофе больше чем-либо нет я имею ввиду что палатку ты не поставишь костер ты не попьешь ну грубо говоря сезон у нас с начала мая до начала сентября до середины сентября сейчас уже все уже все у нас по билеты если мы забыли с ничем мы вырезаем да не мы пока по веревке идем по стрелке нет вот она идет двойная веревка так и идет вот ну это такая пещера наверное которая если у нас у нас самое крутое вот основное основное это у нас грубо говоря пещера и середина на середину я очень много ездил и получилось в этом году середине вот середине и в прошлом так я ездил на несколько раз в год туда я когда работал на ТВЗ я например впитал в молодую двородельщику заехал за две недели ехал у меня платили КВЗ командировочные что я туда ехал ну ехал зарплату плюс еще офигенного осени добавлять деньги ну это угу и и само питание все придавали ну пещера на самом деле классная высокая но очень грязная очень грязная и сырая слушай вот уходит линия нет вот она туда пошла а там все болото тихо обратно очень грязно не хочешь туда? не хочу ну зимой здесь такая же, да греть? зимой я имею ввиду, что зимой понимаешь в чем в реку в том, что придется тащить с собой еще пару обуви ты же не пойдешь в зимнюю обувь сюда в такую грязь пойдешь там капает, слышно даже с потолка да, вот там смотри слушай, здесь обвал был что ли? ну давно а, ну да потому что веревки уже более свежие а, есть что веревки? ну да обвал тут давно не надо ну тут круто конечно все это завалило какие блоки это пипец офигеть ну вот про лисички мы такого не наблюдали да? у нас только сильно заваленного пространства лисичка более тупая лисичка сухая ну ледяная даже сырая там нету нету таких сильно а тут прям огромные элементы то есть видно даже что вот когда-то ходили но уже обвалилась да, вот так вот такие колонны огромные залы да 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 на бушку кап капает сейчас влажность не одну сотню лет ну как не одну сотню это все обвалилось не так давно я думаю да еще не обтекло ничего вот он кусок лежит вот он кусок лежит кусок обковченый, да? да обковченый, потому что саслую на деревьях смотри тут вот тут вот реальный нарост подожди не трогай Иван ни в коем случае да я не трогаю если тебе вот эти маленькие камочки это забыл я знаю Салин у нас немножко время ограничено так ладно я отпускаюсь психонько слушай камни такие настолько плотно прижаты друг к другу когда на них наступаешь даже не шевелятся и тяжелые судя по всему ооо здесь уже хорошо смотри вот здесь круто бродит перекусит вон а на стырь походит смотри вот это следы болота как раз весь потолок свины везли да следы болота вон 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 вон